Доброго ранку! Усим салют! Як настрой? Рады витать вас у нашим Доброго ранку! Сегодня целдовный день! Я ж чей тому, что мы собрались, как подарить вам добрый настрой и провести этот час разом! Так! Привитанье! Привитанье, Настачка! Привитанье, Настачка! Я ж повиталася! Ой, только не казачи! Пробачь, Лесик, а мне зарабить это треба обовязково! Настачка, ты хочешь для нас новые костюмы пошить? А, только вельми дзюномерки снимаешь! Нет, не костюмы! А может, ты хочешь для нас наладить шпаковни? И мы будем в каждой раннице спевать в бытном шпаке! Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти! Кася, шпаки так не тилкаю! А я могу песню салавия выучить и спевать ее! Ой, Кася, ты зараз не песню салавия выканала, а проспевала, как мал паравуд! Ничего ты у спевок не разумеешь, Лесик! Это кто? Я не разумею! Да я самый лепший из всех шпеваков, зайчаня! А мои спевы оценить не можешь! Угу! Так, усе! Я усе померала! Может, теперь ты и нам расскажешь, что у тебя тут за математика такая? Я дома расскажу! Сегодня пельмень незвычайный день! Я же чаяки! Кася, спевая, быть сам ее и мя дверь на вухо наступил! А Лесик обзывается! Не сваритесь, околеласка! Вы что, не хотите доведаться, что сегодня за день? Ну, говори, Настушка, цикаво послухать! Сегодня день трохмогольный! Ух ты! Вы не ведали, что может быть таки день? Николи, не чули! Вот тому я и вырошила проверить, что у нашем покое можно гадывать трохмогольники! И что ты на вымирала? Наприклад, тое, что возлесяком так само вельми подобные на маленькие трохмогольнички! И вельми веселые! Пропаду это ты самым веселым трохмогольничком поглядите, какие-нибудь цикавые веселые мальчики! Ага! Ага! А зараз давайте погуляем! Ах, это мы любим! Коли сегодня день незвычайный, давайте погуляем у трохмогольники! А якую гулять? Я могу быть трохмогольником с лужками, Настя трохмогольником с косками, а Летик будет трохмогольником с хвостиком! А наши глядцы тогда кем будут? Нехай сами выращать и придумывать, якими веселыми трохмогольничками я не жадаю стать! Трехмогольничками за смешкой, с веснушками, у пижаметти в окулярах! Придумали! Будет чудовно! А зараз давайте знайдем усе предметы, что нагадывают трохмогольники! Можно я почну? Угу! Я бачу прозакно дах невеликого домика! И он якраз ровненький трохмогольничек! А я бачу побач с домом невеликую елку, а ли прыгледица и она тая геометричная фигура, я куя мы шукаем! А я еще вспомнила своих молодших братиков и сестричек! Ой, они такие прыглажненькие! Я не вельми нагадывают маленьких гномиков! А усе гномики любят ходить в каляровых колпачках! И усе гэте колпачки трохмогольные! А я ще усим детям треба чувствоваться морквой! И она так само нагадывает трохмогольники! Морква корыстна для зубов и доброго зроку! А чому б нам зараз не подсилковаться, Илой? И поглядеть я ще один мультфильм! Ага! Увага-увага-увага! Я показываю жёлтый колер! А что гэте колер означает для кировцов на дорозе? Гэта просьба быть особливо уважливыми! А трохмогольные знаки попередж быть кировцов! Вось гэта знак говорит, что треба быть особливо осторожными, потому что у гэта месту дети могут переходить в дорогу! Тому кировцам треба быть вельми осторожными, у любых момент на дорозе может з'явиться дитя! А я раю маленьким девчонкам и хлопчикам переходить дорогу разом с дорослыми! И при этом тримать дорослого за руком! А коли не зойдите светлофор, шукайте зебру! И не забудьте поглядеть спочатку налево, потом направо! И не треба бегч про сперахов! И стив вельми повольно так само! И аж чек или переходите дорогу нелько глядеть у телефон! Ти слухать музыку у навушника! Запомните! На дорозе треба быть вельми тыльмами! Усим пешеходам и кировцам так само! А для усих кто переходит дорогу я повинна показать вот таки колер! Только гэп и колер на светлофоры дозволяя переходит дорогу! А коли все машины вспынятся можете исти! А зараз у нас зеленое светло для текавого мультфильма! Сядайте у тули будем глядеть разом! Пропоную отправиться у великое подорожжа! Кругосветное! Вядома! Это самое текавое подорожжа! И там знайдем самые текавые сбудования! И нехай не будут трехвугольные! А чьёсь такие? А давайте шукать! Так пропоную спочатку отправиться у столицу Франции Париж! И у центры города отшукаем эйфелеву вежу! У доброе на дворе з'я е вышине на вакой лебачно на отлеглости семидесяти километров! А те ведайте вы, что находиться одночасово на веже могут десять тысяч человек! У х ты! Можно лечить что это жих аре одного города! Такого белорусского города як старые дороги чавусы тепет рыков! А теперь давайте отправимся в другий куток земли! И куды пирамис тюс ты нам пропанул ешь? Наприклад у Иерусалим что у Израиле! Там так само находится текавое сбудование трехвугольник! Это пирамида хмарачос! Такую форму для высокого будинка выбрали специально! Потому что я на вельми прыгажая! И не только такая вежа не откидывая тени! Ху! Здорово! Ведомых трехвугольникам! Тады нам треба накероваться у Египет! Египетские пирамиды и ДА для математикам! По их и правда можно выучать геометрию! Али больше с наших лидачоу я ще не выучаю геометрию! Али кали яны почнуть проходить трехвугольники смогут рассказать много цикавого! Тому что доведали ся про гэта с нашей программы! А зараз самый час вертаться с нашего виртуального подороже и сбираться на занятки! У школы и детячие садки! Только не забудьте поправить свои прически и проверить заплечники! И захопите с собой цедовый настрой! А зараз давайте домовимся про нашу наступную сустречу! И она отбудется як заусю дозранку! У нашим доброранку! Самым смешным доброранку у свете! Доброе утро!